МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В семье мужчина напал с колоками на бригаду скорой медицинской помощи. Инцидент произошел ночью, когда медики приехали на вызов к супружеской паре. Беременная женщина жаловалась на боли в животе. Муж, который встретил медперсонал, находился в алкогольном опьянении и вел себя агрессивно. Мужчина требовал, чтобы его жене поставили обезболивающее. Когда угрозы не подействовали, он вместе с другом начал сбивать фельдшеров. В итоге мужчину задержала прибывшая на вызов полиция, а беременную женщину, несмотря на телесные повреждения, доставили в больницу. Он требовал, чтобы она без осмотра сразу начала делать инъекции обезболивающие, на что фельдшер попросил его выйти. И здесь он ударил ее в лицо. Второй фельдшер пытался заступиться за фельдшера девушку. Здесь муж с другом. Начали его избивать, пинать его. Наши фельдшера сейчас находятся в больнице с отрясением головного мозга. У одного фельдшера помимо сотрясения еще перелом спинки носа. Подобный случай произошел и в Карагандинской области. На бригаду скорой помощи напал с кирпичом житель города Шахтинска. Сначала дебошир не пустил фельдшера в квартиру, где находилась пострадавшая от его рук женщина. Потом стал бить кирпичом по капоту и стеклам служебного автомобиля. Все происходящее медики снимали на камеру. Нетрезвого мужчину усмирил участковый. И только тогда врачи смогли оказать помощь его собутыльнице. Медработники написали заявление в полицию об избеянии женщины и нападении на бригаду скорой. В отношении 36-летнего мужчины накануне происшествия участковым инспектором полиции был собран материал для направления его на принудительное лечение от алкоголизма. На сегодняшний день он находится на лечении в СЛПУ города Сарани. В Алматинской области на таможенном посту Харго с пограничниками выявлены незадекларированные 35 тысяч долларов США. Незаконная валюта была обнаружена у гражданина Казахстана. Он попытался провести крупную сумму денег, спрятав ее в салоне машины. Благодаря служебной собаке преступный замысел мужчины был пресечен. 40 человек были эвакуированы спасателями из-за пожара в многоэтажном доме в Уральске. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. По информации областного департамента ПЧС, огнем были охвачены личные вещи и мебель на площади 8 квадратных метров. Среди эвакуированных жителей 15 детей. Жертв и пострадавших нет. Трое человек за один день погибли в результате различных ДТП в Западной Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба областного департамента полиции. На 14-м километре автодороги Тасан-Щиген-Саруэмер произошло столкновение автомашины ВАЗ-21099 с прицепом от трактора. В результате водитель легкового автомобиля 1981 года рождения от полученных травм скончался. В этот же день на трассе Таскала-Уральск мужчина, не справившись с управлением автомашины марки Рено, допустил опрокидывание. Водитель погиб на месте. А в Уральске насмерть был сбит пожилой мужчина. Он переходил улицу в неположенном месте. Всего в Западно-Казахстанской области с начала года в 226 дорожно-транспортных происшествиях погибло 78 человек. Субтитры создавал DimaTorzok